Владимир Шарыпов продолжает инспектировать город. В среду мэр вместе с руководителями профильных управлений проверяли дворы на территории ТОСа Спортивной. Местные жители заготовили список наболевших вопросов, их интересующих, раз уж выпала возможность задать их главе города лично. У нас слишком запущенной ситуации, конечно, нет. Многие жители обращаются по вопросам ЖКХ, восстановление контейнерных площадок, освещение придомовое, ремонт спортивной площадки, восстановление дорожного покрытия. Проблемы этого ТОСа оригинальностью не отличаются. В первую очередь люди пожаловались на стихийные свалки. Надо просто думать, как этого не допустить образования несанкционированных свалок. Иначе, если мы будем городские деньги тратить на вывоз этих свалок, сколько у нас там в год уходит? Почти 18 миллионов. 18 миллионов. То есть вот это мы могли на мехуборку на ту же пустить, на благоустройство, на ремонт дорог в конце концов. И щемень, говорилось. Чем занимаемся. Еще одна насущная проблема – отсутствие во дворах освещения. Детям вечером не погулять, взрослым до магазина сходить – тоже проблема. Жители ждут милости от электросети. Но оказалось, проблему можно разрешить быстрее. С управляющей компанией договориться по светильникам над подъездом, уже будет светло. Так, чтобы не сидеть, не ждать там у моря погоды. Может тоже вот об этом подумать? Ну, может быть. Ну, например, Московский-то он же священ. Он светлый район. Хотя рядом. Московский микрорайон, так же вот над подъездами светильники. Да, но у них все светло. По оплату мест общего пользования жителей. Может быть, не спорю. Оказалось, нерешаемых вопросов в спортивном нет. Главное – наладить взаимодействие ТОСа с городской администрацией. ТОСы – это, безусловно, у нас помощники администрации. И через ТОСы мы видим те проблемы, которые необходимо решать срочно. И видим вот эти локальные проблемы. И видим проблемы общие, над которыми нам вместе с депутатами городской думы надо вместе работать. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.